Начинается сезон рассады и мне хотелось бы показать вам в видео ту рассаду, которую я выращивала в прошлом году. И на качестве выращенной рассады хотелось бы вам показать, в чем стоит выращивать рассаду, а в чем категорически не стоит, я не советую. И покажу все это на примерах. Такая рассада перцев была в том году у меня. Выращена в одиночных пластиковых стаканчиках. В контейнерах, такие, в квадратной формы, небольшой. Так, а это выращена рассада уже в так называемых торфяных горшочках, в торфяных емкостях. Такое отличие выращено в торфяных горшочках. Это новый материал, раньше в таком не выращивали, лет 20 назад вообще никто не слышал о торфяных горшочках. В горшочках сейчас повсеместно это распространяется, во всех садоводческих магазинах есть. Вот перец выращенный в пластиковых контейнерах, в небольших квадратных, в таких низеньких стаканчиках. Посмотрите, уже есть завязи плодов, соцветит, цветет он. Есть уже плоды небольшие, маленькие. А вот это в торфяных емкостях выращено. Торфяные горшочки двух типов. Бывают темно-торфяные, есть светлые. Вот я купила светло-торфяные емкости. Вы посмотрите, какая в них рассада. Целютно одинаковый грунт в пластиковых контейнерах и вот в этом торфяном контейнере. Вы посмотрите, какая разница. Темно-торфяные горшочки с большим содержанием торфа. Они более экологичны, они буквально рассыпаются в руках, как намокшее печенье. А вот эти светлые торфяные горшочки, в них больше процент содержания целлюлоза, отходов бумажного производства. Они более крепкие, они не рассыпаются, они буквально рвутся. Поэтому мой совет, не покупайте торфяные емкости из светлого картона. Когда пересыхает, он затвердевает. Когда намокает, вот он в какие-то плесени начинает появляться, растение не развивается, не дышит. Вот смотрите, пластиковый, какие перцы высокие. Одинаковый грунт, я повторяю. И вот в этом картонном, он никакой не торфяной, просто картонный. Пишут, конечно, торфяной, но большой процент торфа, скорее всего, в основном это бумага. И вот так развивается в нем рассада. Поэтому я не буду ни за что. И вам не советую из светлого материала бумаги и торфа вот такие емкости. Предпочитайте просто обычные вот бушные стаканчики из-под сметаны, из-под творога, я не знаю, какие-то емкости. Не выбрасывайте, в них и торосата развивается лучше гораздо, чем картонных. Вот я раскладываю, в чем я выращиваю. У меня прекрасный получается урожай из этой рассады, который я выращиваю в таких емкостях. Вот из-под творога беру, из-под сметаны. Ну, жалко такую выбрасывать красоту. Пусть она послужит еще. И я выращиваю и помидоры, и огурцы, и все там тыквы. Все, что можно, все выращиваю. Результаты вы сами видели, я на канал все выкладываю, все растет, все прекрасно развивается. Вот попробовала в контейнере из, в кавычках, торфа, торфяной емкости, и там видели сами, ничего не развелось. Разные стаканчики из-под сметаны можно использовать. Вот, например, емкость от томатов черри. Здесь очень удобно отмачивать семена в тряпочке мокрой. Ложите, и прекрасно они развиваются. Потом пересаживайте в грунт. Далее бумажные стаканчики. Вот можно тоже, если у вас есть, то тоже можно их использовать для рассада. И красиво смотрятся. И не будет таких проблем, как вот с этими лже торфяными емкостями, горшочками. Конечно, тут понятно, что это не настоящие какие-то поддельные торфяные горшочки, емкости. Я обеими руками за пластиковые бу-емкости, которые вот в течение года там накапливаются, их выращивать. Простой способ дедовский. Чем вот эти светлые, картонные, торфяные лже-емкости какие-то непонятные, которые просто высыхают, твердеют, как камень, намокают. Вот они начинают плесневеть, там какой-то грибок развивается. Вот такие даже бумажные стаканчики. Это удобно использовать, они хорошо развиваются. У меня, конечно, больше минусов насчет торфяных горшочков. Во-первых, это и цена, во-вторых, это и качество. Не всегда можно купить нужное качество. Вроде ты рассматриваешь, вроде не самое дешевое берешь. Потому что стараешься как бы избежать подделки. Но, тем не менее, все познается только, когда ты начинаешь выращивать. А семена, например, тех же персов, это же не дешево все. То есть ты потратился на этот картонный торфяной горшочек, плюс еще семена, и можно загубить всю рассаду. Поэтому я вот предпочитаю пластиковые стаканчики бу-ушные. Чтобы они еще послужили, принесли какую-то пользу. Вот видите, я поднимаюсь, сейчас я вам покажу, там и плесень, она тяжелая. Верхушка вся сухая, твердая, пересыхает. И вот смотрите, какой перец вот в пластиковых контейнерах, в пластиковых стаканчиках. Видите, вот рядом стоит и то больше по размеру. И крепче рассада. И потом, когда я пересаживала в грунт, она хорошо развивалась после этого пластика. А здесь эти вот все погибли, они потом не смогли. Ну, они как бы росли, но там ни цветения не было, ни плодов. А вот еще покажу. Вот видите, тоже использование стаканчиков. Вот знаете, для соков, для воды их тоже можно использовать. Вот у меня цветочек львиный зев. Я показывала, как потом он развился, как он свел на грядках. В общем, замечательно рассада. Просто вот в таком бэушном пластиковом стаканчике замечательно развиваются. Не надо никаких торфяных горшочков. Потом прекрасно цвело. Пчелки летали, бабочки. В общем, шикарно. Есть видео на канале, как потом цвел этот цветок львиный зев у меня. Сама вот так вырастила в таких вот стаканчиках. Все просто. Слава богу, не стала выращивать в торфяных горшочках. Хочу показать вам сейчас вот съемка. Все снимала, в чем выращивала рассаду, чтобы потом сделать такое видео. Вот выращивала обрезанная канистра и пластика. Повторное использование в пластиковых вот таких черных емкостей. Я их, значит, высажу рассаду, потом аккуратно все помою, уберу. До весны они у меня лежат. Потом снова выращиваю. Видите, бархатцы. Это просто вот из-под фляги воды обрезаю. И там растет удобно все. У меня есть такая узкая лопатка. Туда тоненько-маленько я ввожу. Все достаю аккуратно. Прекрасно бархатцы на видео. Все выкладывала. Фото, видео, как у меня цветы развиваются. Вот рассаду в таком удобно выращивать. Это тыквы. Рассада тыкв. Выращивала в квадратных таких емкостях. Так, это тыквы и баклажаны. Баклажаны вот в таких квадратных емкостях. Все выращено. Все прекрасно. Не стала ни с какими торфяными горшочками тут рисковать. Потому что невероятно трудно мне как-то найти эти торфяные хорошие. Я не понимаю, не разбираюсь в них. И просто как вот привыкла в таком пластиковом все выращивать. Так и выращиваю. И пластик послужит еще на пользу второй раз. Это вот рассада. Что это у меня здесь? Так, это баклажаны. Баклажаны выращивала. Фляга воды пятилитровая. Вот так обрезала. И туда помещала семена. И вот посмотрите. И у меня баклажан был в этом году очень большой урожай. В теплице все росли. И белые, и фиолетовые баклажаны. Просто выращивала. Вот контейнер такой. Канистра вот эта пятилитровая обрезала. Вот они прекрасно развивались. Потом быстро в теплицу пересадила. Не дав им перерасти в теплицу. И все прекрасно так. Это тоже. Вот выращивала просто из-под сметаны. В течение года собирала эти стаканчики из-под сметаны. Потом выращивала рассаду. Все отлично развивалось. И потом пересадила. Рассадила лучше всяких торфяных горшочков. Я не говорю, что все торфяные горшочки плохие. Не нужно их брать. Но репутацию этих горшочков, конечно, подпортили те производители, которые делали в основном их из бумаги, непригодными. Где рассада не дышит, не развивается. И она не увеличивается в росте, в размере. И, в общем, портится рассада в которых. Вот эти картонные горшочки с большим содержанием целлюлозы и большим содержанием отходов бумажного производства, они подпортили, конечно. И в интернете читаешь. Очень много недовольных. Поэтому покупайте темные, такие самые темные торфяные горшочки. Вот они крошатся буквально как печенье. Знаете, вот размачиваешь в чай и в молоке. Вот они также от воды. И легко их потом пересаживаешь. Они корни растения пробивают, эти торфяные горшочки. А из светлого картона вот эти горшочки, это сразу говорю, не покупайте. Не знаю, у меня ничего не развивается у них. И я старинным способом в дешевые упаковки вот этой пластиковой булушной все развиваю. Вот это мне цветы. Тоже в пластиковой упаковке посадила. Потом большие они 2 метра, 3 у меня выросли. Это как оно вьющееся. Здесь огурцы. Тыквы. Тоже выращиваю в пластике. По несколько раз использую пластик. Обрезаю вот эти канистры у них. Тут видно даже, да, канистра обрезана в них. А не в теплице у меня так вот поснимать принесла. Очень хотела снять такое видео с советами о том, в чем лучше выращивать, в чем у меня лучше рассада растет. На этом видео вот это подошло к концу с советами. Хорошего всем начала дачного сезона. Хорошей рассады. Чтобы все у вас там насадилось, нарослось. Принесло хороший урожай. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.